МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В черновиках социалистического реализма вдруг произросли 10 минут, которые потрясли мир. Или пёс-барбос и его необычный кросс. Внимание на экран. Эта короткометражка появилась на экранах в 1961 году и была встречена с совершенно неожиданным энтузиазмом, какой редко выпадает на долю 10-минутного фильма. Её успех скрыл назревшую потребность в ярком комедийном эффекте, в динамичном зрелище, основанном на эксцентрике, трюках и буфонаде, то есть на приёмах немой комической, к тому времени давно забытых приёмах. Бывалый, трус и балбес – это не в полном смысле слова персонажа, которым полагается иметь биографию, хотя бы клочками, которым полагается иметь также свой внутренний мир, возможность измениться в лучшую или в худшую сторону. Черты этих гайдаевских героев немногочисленны и преувеличены выразительно. Нахальство, глупость, жадность, особенно к халяве. При этом персонажи фильма нам не противны. Они ведь свои, стопроцентно свои ребята, родные, близкие, как в своём желании нарушить закон и порядок, так и в провале этих намерений. Ну а уж сам пёс-барбос – это была просто находка. Ведь если подумать, не так нам имела справедливость, которую восстанавливают люди в погонах с табельным оружием и, как говорится, при исполнении. А вот если маленький пёсик одерживает верх над нехорошими людьми, вот это мы охотно принимаем, приветствуем и отдыхаем душой. Пёс-барбос – это был сюжет в десятку. Актёры фильма «Пёс-барбос» подбирались не случайно, хотя и случайно здесь было достаточно. Юргия Витсина, гайда из... ...плоун из цирка Юрий Никулин с редкой способностью смешить на полном серьёзе. У них своя свадьба, у нас своя. А теперь представьте себе тройку в таком составе. Витсин, Новиков и Ильинский. Да-да, именно Ильинский, как бывалый и бывалов, намечался на роль бывалого. И лично знает Ульбертов. Однако Игорь Владимирович по неизвестной истории причине отказался сниматься в странной картине неизвестного режиссёра. Затем пробовался актёр Иван Любезнов. И он бы прошёл, но его подвела физическая нагрузка. Он не мог столько бегать. Мургунов же к тому времени был никому не знаком. Случай. Время поджимало, и его утвердили. Выпустив на экраны Пса-Барбоса, Гайдай ввёл в наш советский киношный мир трюковую эксцентрическую комедию. Новинку для советского киношного мира. Вот они приёмы немой комический. Обратная съёмка, замедленная и убыстренная съёмка, стоп-кадр, цирковые приёмы. Допустим, вот этот со шляпой, подсказанный, кстати, Никулиным. И, наконец, низкопробные по советским меркам шутки и гэги, то есть юмор в коротких штанишках. Фильм был задуман немым, так как Гайдай считал, что немом кино гораздо больше комедийных средств. В большинстве комедий того времени оставался только текст да музыка, но на этом далеко не уедешь. И почему вообще, собственно, нельзя пользоваться приёмами и средствами немого кино? Оно было очень выразительно. На съёмках установили очень жёсткий режим. Артисты должны были вставать не позднее шести часов, чтобы машины довезли их до Снегирей к восьми часам. А в девять уже включалась камера для бесконечных дублей. Гайдай хоть и не был режиссёром-диктатором, наступавшим на актёрское самолюбие, лёгкой жизни не давал никому. Труднее всего было с Вицыным. Как самый опытный в группе, он не всегда подчинялся режиссёру. А самое главное, терпеть не мог Сбертнова. А представите, как бы снимали пса на нашем телевидении, если бы это было сейчас. 300 полезных метров, 10 минут, одна заставка. Сняли бы от силы за одну смену, примерно на таком уровне. Никулин язык показывает, а Моргунов ему даёт пинка. Вот и все трюки. А между прочим, Гайдай свою одночастёвку делал месяц. Каждый день, кроме воскресенья, бегали. По материалам было отснято две картины, 560 полезных метров. Материал смотрели с замиранием сердца. Да, в просмотровом зале тишина. Вдруг где-то вдалеке сначала слабо, а потом посильнее стали смеяться механики. Ну, а если смеются механики, значит, что-то есть. Гайдай придирчиво выверял, по смеху, по реакции, каждую сцену, каждый монтажный стык. Сколько делалось разных вариантов. Допустим, был эпизод, где убегающие врезаются в стадо. Моргунова снимали на быке, Витцину на свинье, Никулин бегал от козла, а стадо всех топтало. Но всё это Гайдай в итоге вырезал. Стадо сбивало ритм, мешало. 300 метров плёнки, 10 минут. Неабстрактная величина. Это кратчайшее кинематографическое расстояние, единица мер и весов. Это ритм, соответствующий сюжету. Ведь не может шнур от динамита гореть слишком долго. А вот этот гэк, где бегущие уже через секунду оказываются уже далеко внизу, возник случайно, на монтажном столе. Именно так монтажёр технически склеил неразобранные дубли. И так вновь и вновь. Кромогласная команда мегафона, запыхавшиеся артисты, собаку, уставшие от суеты, слишком затянувшейся игры с повторением одного и того же. Вот поставьте себя на место собаки. Трудно. То-то же. Вот Брэх был в смятении. Подозревал, наверное, что кто-то в толпе, наверное, не свой. И он-то всё и мутит. Но вот что делать? Не находя другого выхода, Брэх на всякий случай решил тяпнуть за ногу самого толстого. И тяпнул Маргунова. Уснул немножко. Между прочим, оказалось, что очень больно. Только бы эти съёмки закончились. Я эту псину чёртову по-тихому придушу, говорил Маргунов. И до окончания съёмок он стал бегать от собаки быстрее всех. Но, правда, всем говорил, что это его живот несёт. Ха, приврал. Кроме бега были на съёмках и другие физические испытания. К тому же Маргунову, например, пришлось висеть на суку на уровне пяти метров над землёй. И всё бы кончилось благополучно, если бы не подвело солнце. Не вовремя зашло за облака. Понимаете? Пришлось Маргунову ждать его, оставаясь на высоте положения. А солнце не торопилось. А когда оно, наконец, вышло, затрещал и обломился сука. Нужный эпизод так и не был снят. Пришлось делать железный сука, надёжность которого не вызывала сомнений. Когда начались съёмки самогонщиков, собака Брех в первую очередь зарычала на Маргунова. Тот в ответ прошипел злопамятный гад. Сменили состав. Вместо Бреха в роль ввели Рекса. Новый четвероногий артист, у которого ни с кем тут не было предварительной дружбы или вражды, тем не менее, сразу же залаял на Маргунова. Тот застонал. Они успели сговориться с Брехом. И от безысходности оскалился на Рекса как можно яростнее. Закон жунглей. В остальном Рекс был великолепен. Выразителен и эмоционален. И холд ему был нипочём. Не то, что людям. А ведь на съёмках самогонщиков порой было и минус 25. Витцент хотя бы был в шубе. А Никулин в одном тонком свитере. Не раз члены съёмочной группы вздыхали. Как к месту бы им всем пришёл тот самый продукт, на котором был замешан сценарий. Я, признаться, откровенно очень рад Лечь под этот электронный агрегат. Чтобы капался вагон мне в рот Днём и ночью, круглый год! Днём и ночью, круглый год! А вот ещё один гэг. Ком, который вы сейчас видите, был сделан из папье-маше. Но делался и другой ком, из которого артист выпрыгивал под горой. Уже настоящий, снежный. Этот ком по-настоящему взрывали. Всё было задумано очень хорошо, только не было возможности провести пробный эксперимент. Поэтому заряд рассчитали приблизительно. Первый дубль едва не закончился трагически. Никулина тряхнула так, как будто вернулись фронтовые дни. Сейчас вы видите второй дубль, снятый на третий день после первого. В общем, зрителям снова всё нравилось, нравилось и нравилось. И чиновникам где-то как-то нравилось тоже. Но на Гайдае нашлась другая управа. И совсем не потому она нашлась, что кто-то дал команду. Отнюдь. Но она не могла не найтись, потому что была частью эпохи. Гайдая не взлюбили высоколобые критики. Признавая официальные заслуги съёмочной группы, создание фильма с правильным идейным направлением, они начали всячески вслух изнывать. От низких художественных приёмов, всё, мол, у него штучки-трючки, гэги да смешные коленца, нет бы пустить какой-нибудь скрытый подтекст, а ещё лучше под подтекст, чтобы зрители поменьше смеялись и побольше напрягались. Ну, вскрывали там вещам всякое зашифрованное. Ну, нет бы добавить смеху и на сказание, и хотя бы лирику. Снова в ход пошёл лозунг, искусство принадлежит народу. Но с предупреждениями режиссёру не искать дешёвой популярности и лёгкого успеха, не потворствовать низким вкусом, не идти на поводу невзыскательного употребителя, вплоть до тонкого намёка насчёт того, что негоже советскому кино стремиться к близости с западным. Слух или печатно упрекать режиссёров в простонародности было нельзя. Понятие «простой народ» было чем-то вроде святыни. Поэтому открытых презрительных кличек типа «режиссёр для грузчиков» и «посудомоек» Гайдай всё-таки избежал. А общественные презрения у их самые... наказания. Вот так всё.